21 февраля 2022 года и, как видим, как специально сегодня выбросили множество белых ящиков, которые мне нужны для подъема пола в цокольном помещении, хотя бы пока временного. Ну и, видимо, что уже почти пол салона я загрузил, ну и багажник тоже. Сегодня я приехал поздновато, почти что пол восьмого, температура отрицательная на улице. И сегодня, как обычно, полный салон ящиков. И не только в салоне, но и багажник даже не закрывается, покажу чуть позже. Ну и на этом начнем выгрузку. Не выходя из салона, уже разгрузил частичные ящики, белые с переднего сидения. Теперь выгружаем из багажника. Видим, тут еще прихватил стол с удвижными ящиками. Теперь и это почти выгружено. Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, довольно ветрено. Белые ящики у меня пока здесь лежат. Но салон и багажник полностью уже разгрожены. Вот так наполнены тачкой. И поехали в теплицу. Сегодня мне понадобятся деревянные ящики. Вот которые здесь с синей бумагой для биогумуса. Сколько завтра повезу его с утра в Таллин. Время 8.00. Тачка и машина проводная. Урину для кротов. Оцениваю то, что у нас получилось в теплицу. Получилось вот что. И теперь можно возить белые ящики в цокольное помещение. Ну и каждое утро пополняю яд. Вот я сегодня уже пополнил. Но пока едят его только мыши. Вот. Видимо. в очередной раз пополнил и то, что привезено издану. Ну, поехали. За белыми ящиками снег начинает ходить как-то по прогнозу. Запреждено. поехали. Итак, с розшкой окончено всё. Почти что. Стол поставлен так на стул, на кольжи, придавлено камнями. Теперь можно разоружать белые ящики. просто бросаю их туда в сокольное помещение, потом опущусь и буду разбирать. Ну, это уже послезавтрака. Главное сделано, машина разоружена, пока нет снега. Сейчас сразу выгружу ящики из тачки и пойду завтракать. Как обычно разжёг камин сразу ещё перед разрушкой. Ну, и теперь будем ореть пшеничную, не пшённую, а пшеничную кашу, потом воду для кофе, ну, и время 8.00. вот так у меня каждый день идёт эскультура созидательная с большой пользой для окружающей среды, поскольку привожу полную машину всяких отходов, деревянных, термных ящиков, пластмассовых, картона, всевозможных товаров продовольственных из магазинов, просроченных очистков, яичные скорлупы и кофе. В общем, не дня без корма для дождевых сердечишек, коим является и зола. Зол они очень любят, причём очень часто туда просто залазят очищаться от слишком кислой среды овощных отходов. Подложим ещё один ящик, мою руки и приступаем к завтраку. Не удивляйтесь, что у меня тут вот такая грязь, бардак, и не трачу времени на это уборку, мотива. Вот перед приездом жены наведу порядок, а так, поскольку я здесь помешу к раз в день. С улицы сюда захожу, подкладываю камин, как видим, здесь коптит, при этом немного, когда топлю вот этим жиром. вот это и на потолке видно и везде это копоть садится, но к приезду жены, когда цветочки зацветут, я здесь доведу порядок за полчаса, а так тратить каждый день на это даже пять минут не желаю. Вот, каша согрелась, осталось так подложить камин. КОНЕЦ 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 ПРОВЕРИЛ все свои пять хранилищ, даже шесть вот там, шестой на улице хранилищ биолумуса в корпусах в стоях холодильниках и компост оказался только самым крайним, остальное уже все реализовано, так что сейчас сажусь здесь и наполняю ящики ящики вот эти деревянные по десять штук в каждый ящик вот такое у меня сегодня занятие как видите скромные работы или скромная фескультура созидательная ну ладно ну ладно высаживаюсь на свой любимый ящик и вперед так видим первый ящик на фасон десять штук и приступаю к очередному должен сказать что если сверху вот были укрыты пакеты картоном они чистенькие то внутри черючишки исхитрились натаскать биогумуса вернее съесть часть картона и превратив его в биогумус вот таким образом вымазать пакеты ну и теперь мне приходится сначала вытирать их такой бумажкой счищать этот биогумус вот видим тут на доске потом полотенцем и только третье движение укладываю в ящик так что не так все это быстро происходит за очисткой пакетов я просидел полчаса и очистил только тридцать штук вот видим чем дальше на дно к днищу хранилища из холодильника в корпусе старого холодильника тем больше на этом компосте чем больше компоста на этих пакетах вот видим и червячишки тут так прошло полчаса за это время я очистил 30 пакетов и как видим наиболее грязный белый вот так коричневый а не черным и все из-за того что я поленился помыть корпуса холодильников перед загрузкой просто застелил их чистым картоном и червячишки его просто-напросто съели превратив в биогумус вот видим вот здесь такие дырявые кусочки картона недоеденного ну и вот такая превращается в грязную поскольку я еще использую здесь снежок беру для отмывания биогумуса но слава богу это только полтора десятка самых нижних пакетов окажется такие грязные верхние более-менее чистые продолжу занятия прошел час как я добываю из холодильника пакеты уже 50 штук почти что добыл вот сюда и складываю и вот видим что на нижних пакетах не только вот такой биогумус но и вот маленькие червячишки как видим живые шевелятся они замерзшие и соответственно я их снова отправлю туда же в холодильник вот так вот беру и вот сюда этот картон у меня бросаю на картоне пусть продолжают жить ну а я все-таки пойду пообедаю поскольку время уже два часа и аппетит у меня вполне разыгрался время уже полтретьего и у меня только разыгрался аппетит так увлечённо я занимаюсь добыванием биогумуса из холодильников вот так вот так вот сметанку борщок теперь сейчас налью немножко в банку помою её и вылью тоже в борщ время 16 часов очистил 100 пакетов освободил полностью холодильник вот видим тут виновник торжества этого моей длительной возникли вот крайний грязный пакет много бумаги которую использовал для первоначальной очистки но окончательно вытираю вот этим полотенчиком такие причины что наверное половинка для начала только съедим потом будет видно виновник 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 Продолжение следует...